Глубоко уважаемые коллеги, Марина Владимировна, Александр Евгеньевич, коллеги, еще раз большое спасибо за приглашение выступить на данном вебинаре. И как мы недавно обсуждали, и как Марина Владимировна говорит, нас мало, но тем не менее мы достаточно выступаем за интеграцию в отношении процессов нейромодуляции по различным специальностям, только двумя руками за. И хотел бы вам сегодня продемонстрировать такие наработки в нейромодуляции в отношении профилактики нарушения ритма сердца, в частности, фибрилляции предсердия, ну и не только. Вы знаете, вот если мы говорим об автономной нервной системе, то автономная нервная система была известна достаточно давно. Если обратиться к Галену, он в своих книгах еще в XVI веке упоминал о существовании автономной нервной системы, о регуляции тонуса сердца, сосудов, и это было уже известно, как я уже сказал, уже очень давно. На сегодняшний день, конечно, наше знание относительно автономной нервной системы, её функционирования продвинулись значимо вперёд. Но чем больше мы задаём вопрос, тем ещё больше вопросов получаем. Но вы знаете, что автономная нервная система состоит из трёх отделов — симпатического, парасимпатического и третьего, так называемого, кишечного. Сердечно-симпатический отдел представлен грудными, шейными и звёздчатыми ганглиями. Ну и парасимпатика — это у нас вагусный нерв. Я вот этот слайд тоже показывал, но хочу обратить внимание, что за рубежом, в частности в Соединённых Штатах Америки, существует такая программа SPARC, которая финансируется Национальным институтом здоровья и которая направлена на изучение периферической активности для лечения заболеваний. То есть вы здесь можете увидеть, что представлены различные органы и заболевания, которые связаны с патологической функцией этих органов. И, по сути, в основе этой программы лежит разработка различных методик, устройств, которые направлены для улучшения функций органов. То есть, по сути, суть этой программы заключается в модуляции автономной нервной системы на различных уровнях и лечении, по сути, всего спектра заболеваний. То есть это такая большая государственная программа, которая достаточно хорошо финансируется одной из таких направлений вообще развития здравоохранения в Соединённых Штатах Америки. Ну вот этот тоже слайд я показываю относительно того, что мы сейчас можем увидеть в сердце. Вы видите, как мы можем характеризовать фактически каждый миллиметр, каждую клеточку, нервную, сердце, структуры различные, окрасить можем жировые подушки, посмотреть распределение различных нервных волокон, которые находятся и связывают ганглионарные сплетения и так далее. То есть мы, как я уже сказал, подвинулись далеко вперёд, но, тем не менее, чем больше мы получаем знаний, тем больше у нас возникают вопросы. Ну и теперь перейдём к практическим аспектам. Марина Владимировна упомянула проблему фибрилляции предсердия. Я на ней в основном остановлюсь, но ещё покажу ряд аспектов, где мы применяем модуляцию автономной нервной системы на сегодняшний день в практическом здравоохранении. Ну и первый мой блок — это блок модуляции автономной нервной системы непосредственно после фибрилляции предсердий, после операционной фибрилляции предсердий с целью ещё её профилактики. Многие скажут, ну у нас 21 век, медикаментозная терапия очень сильно бурно развивалась и развивается. Неужели у нас нет методик, которые профилактируют фибрилляцию предсердий после открытых операций на сердце? И действительно таких методик не существует, кроме медикаментозной терапии, бета-блокаторами. Но если вы посмотрите на левую часть слайда, то увидите, что в течение 10 лет смертность пациентов, у которых возникла фибрилляция предсердий, составляет практически 50% после операции кардиохирургической на сердце. И недавний метаанализ, который был опубликован в прошлом году, который включал в себя 246 тысяч пациентов, это 57 исследований, показал, что развитие послеоперационной фибрилляции предсердий связано почти в два раза с повышенным риском смертности, инсульта, инфаркта миокарда, почечной недостаточности, продлённой госпитализации. И также связано с повышенным риском смертности, инсульта и прогрессированием фибрилляции предсердий в непароксизмальной форме. О каких же методиках модуляции я бы хотел поговорить сегодня в плане профилактики послеоперационной фибрилляции предсердий. Это такие четыре направления. Они достаточно выглядят для кардиологов, которые не знакомы с этим, может быть, несколько фантастически. Но, тем не менее, это применение токсина ботулинического, это стимуляция вагусного нерва, это так называемая кальций, хлорная нейротоксичность, ну и стимуляция спинного мозга. Начнём с ботулинического токсина. Вы видите такую 3D-модель ботулинического токсина типа А. А это известный нейротоксин, который применяется во многих сферах медицины. Наверное, на свою наибольшую известность он получил в косметологии. Существует несколько типов данной молекулы. Но наиболее известный, как я уже сказал, распространённый ботулинический токсин типа А. Как же он действует? Его механизм действия, он блокирует экзоцитарный выброс ацетилкалина из синаптических визикул и препятствует нейронному транспорту. И тем самым возникает блокировка на уровне постганглионарных нейронов. И основываясь на различных экспериментах доклинических, которые были проведены, мы в 2014 году у нас в клинике совместно с нашими томскими коллегами провели исследование пилотное. Мы включили туда пациентов, которые были направлены на стандартную операцию ревоскуляризации, то есть аортокоронарное шунтирование, и имели какие-то пароксизмы, фибрилляции, петерди в анамнезе, которые не требовали какого-то жёсткого назначения антиаритмиков и тем более сочетанной процедуры. И одним пациентом мы вводили ботулинический токсин в жировые подушки, то есть модулировали автономную нервную систему, а другим вводили плацебо. Ну и производили эффективность в течение 30, и безопасность оценивали 30 дней после операции, 12 и 36 месяцев. Вот как это выглядит с хирургической точки зрения. Это достаточно просто. Берётся инсулиновый шприц. Вот здесь вы видите, то есть вводится в каждую жировую подушку 50 единиц ботулинического токсина. Это всего 1 мл. Всего либо 4, либо 5 жировых подушек, то есть это 200-250 единиц ботулинического токсина типа А. И в группе контроля, то есть по рандомизации, естественно, хирург был ослеплён, он не знал, какое это вещество. И вводится в те же самые подушки просто физиологический раствор. С технической точки зрения, повторюсь, достаточно просто. Это практически никак не удлиняет сам процесс оперативного вмешательства и занимает всего несколько минут. Что же мы получили? Вот эти результаты, которые были опубликованы достаточно давно, лет 6-7 тому назад. Вы видите 30-дневный послеоперационный период. Развитие фибрилляции предсердия в группе ботулинического токсина составило 7%, в группе плацебо – 30%. Мы производили длительный мониторинг непрерывно с помощью имплантированных устройств и показали очень хорошие результаты. То есть вы видите, какое значимое снижение ранней фибрилляции предсердия в послеоперационном периоде. Через 12 месяцев мы оценили так называемый и в Бёрден, по данным имплантированных устройств. То есть это процент фибрилляции предсердия вообще за все время, которое было у пациента. Вы видите, 1,7 в группе контроля и всего 0,3 в группе ботокса. Что было статистически значимо? Мы показали, что ботулинический токсин работает. Да, это мы дальше продолжим. Я расскажу, еще вернемся к теме ботокса. Что было дальше? В аналогическом аспекте наши коллеги Заклахомы, в частности, под предводительством доктора Сани По, лаборатория которой вообще занимается модуляция автономной нервной системы, они провели так называемую нижнеуровневую вагусную стимуляцию в профилактике послеоперационной фибрилляции предсердий. Дизайн исследования примерно такой же, который я показывал ранее в исследованиях нашей клиники ботулиническим токсином. Берутся пациенты, которые направлены на ортокоронарное шунтирование. Но здесь были пациенты с клапанной хирургии. Они рандомизируются либо на стимуляцию нижнего уровня вагусного нерва во время операции ортокоронарного шунтирования, либо отсутствие данной стимуляции. Ну, конечные точки классические возникновения фибрилляции предсердий и осложнений. Ну вот вы видите, как происходит стимуляция вагусного нерва. Пришиваются временные электроды сразу же под париетальной плеврой в области верхней полой вены. И, соответственно, определяется порог тестовый, то есть до такого критического момента, когда не наступит бородикардия. Это служит порогом, и происходит стимуляция в раннем послеоперационном периоде в течение от 24 до 72 часов. Вы видите тоже результаты. Верхний результат графика Каплана-Майера. Вы видите верхний график. Это процент сохранения синусового ритма 88% в группе нижнего уровня вагусной стимуляции, 64% в группе контроля. И вы видите так называемую вероятность риска развития фибрилляции предсердий составляет 0,28. Это означает, что нижний уровень вагусной стимуляции снижает на 72% риск возникновения фибрилляции предсердий в раннем послеоперационном периоде без каких-то либо серьезных осложнений по сравнению с группой плацебо. Возвращаясь к ботексу, в 2018 году на основании тех данных первичных, которые мы показали, группа доктора Валдера, она, кстати, он анестезиолог, это Дюкский университет, они с нами связались и как бы очень загорелись этой идеей и решили тоже у себя сделать в клинике исследование аналогичного дизайна, который я демонстрировал, но на пациентов, у которых пошли на клапанную хирургию не только на операцию ревосклюризации, ортокоронарного шунтирования, но и на клапанную хирургию. 130 пациентов, вы видите, рандомизируется на группу плацебо, группу ботекса. Примерно то же самое. Единственное отличие, что, как я сказал, здесь клапанные пациенты, плюс еще введение ботекса было не такое количество жировых подушек. Что же они получили? Они получили, что сохранение синусового ритма в группе ботекса составило 63%, а в группе плацебо 52%. Разница в абсолютных числах, она существует, но это не достигло статистической достоверности. Вы видите значение P18, хотя снижение риска развития фибрилляции предсердий в группе ботекса было снижение риска на 31%. Тоже с клинической точки зрения значимо, но статистически недостоверно. Недостаток отличия, почему они получили результаты другие, чем в нашем исследовании, это, как я уже сказал, другая группа пациентов, более тяжелая и другая дозировка препаратов. Мы продолжили наблюдать нашу группу пилотных пациентов, 60 пациентов, и вот видите, получили мы в 2019 году, три года тому назад, данные уже трехлетнего наблюдения, и показали, что процент развития за три года в группе плацебо фибрилляции предсердий составила 50%, а в группе ботекса 23% общее снижение риска развития фибрилляции предсердий в группе ботулинического токсина составило 64%. То есть на 64% мы снизили риск с помощью применения ботекса. Ну и что дальше? Резонный вопрос. Те же ребята из Юка, мы с ними достаточно долго контактировали, мы записывали видео, как мы вводили этот ботулинический токсин, в какие подушки, в какой дозировке. И они уже на территории, в Соединенных Штатах Америки, сделали многоцентровое исследование, примерно с таким же дизайном. Вы видите, количество пациентов уже значимое, 330 пациентов, рандомизация на две группы. И они уже получили результаты, исследование закончено. Конечно, все ослеплены, мы еще их не знаем. Были поданы доклад на одну из топовых сессий Европейского общества кардиологов, который будет в этом году в конце августа. И ждем эти результаты. Исследование называется «Новостали». И я думаю, что здесь мы получим уже какой-то ответ на такую большую категорию пациентов, может ли ботулинический токсин влиять на модуляцию автономной нервной системы. По такому же принципу введения нейротоксичных агентов, а в частности обычного кальциевого хлорида, такая, как я уже сказал, кальциохлорная нейротоксичных, потому что кальций играет тоже очень важную роль в передаче между нервными клетками. И та же группа из околхомы, доктором Саннико под предводительством, они сделали аналогичное исследование. 200 пациентов, пациенты, которые были направлены на ортокоронарное шунтирование. Одним вводился кальциевый хлорид 5-процентный, 2 мл, другим физиологический раствор 2 мл. Вот такой же примерно одинаковый дизайн. Единственное, что у этих пациентов не было в анамнезе фибрилляции предсердия, и все эти пациенты оперировались так называемой off-pump, то есть без искусственного кровообращения. Конечные точки такие же, безопасность, ну и развитие фибрилляции предсердия в раннем послеоперационном периоде. И видите аналогичные данные, то есть процент развития фибрилляции в группе физиологического раствора натрия хлорида, то есть полосцеба составила 36%, в группе кальциевого хлорида 15% и снижение риска развития фибрилляции предсердия с применением кальциевого хлорида снижал риск на 64%. Тоже такие интересные результаты с точки зрения клинических. Ну и также они получили позитивные результаты по снижению так называемого рифбёрдена в группе кальциевого пациента, который кальциевым хлоридом водилось. И также снижение продления госпитализации, ну и, как я уже сказал, без каких-то либо серьезных осложнений. Ну это что касается истории про нейротоксины. Теперь давайте поговорим о таком тоже достаточно интересном направлении. И Марина Владимировна его коснулась достаточно подробно, но, как уже, наверное, было сказано, это вотчина нейрохирургов. И когда мы нашим нейрохирургам в клинике говорим, ребят, мы хотим профилактировать фибрилляцию предсердия, поставьте нам электроды в спинной мозг. Ну они сначала так смотрят на нас, как, может быть, пришельцев, но, тем не менее, когда мы им объясняем данные, концепты, что за этим стоит, они начинают как бы соглашаться с нами, и мы запускаем каскад исследования. Так вот, основа модуляции автономной нервной системы с помощью временной стимуляции спинного мозга достаточно хорошо изучена. То есть это влияние на различные регуляторные аспекты, которые в результате приводят к улучшению функции из сердца. Естественно, это было в экспериментах подтверждено, в частности, эксперименты на животных. Вот вы видите, что стимуляция спинного мозга удлиняет предсердный эффективный репрактерный период, снижает процент фибрилляции предсердия, и самое главное, индуцибельность фибрилляции предсердия. Вот на этом графике вверху показан эксперимент при стимуляции спинного мозга и контроль на собаках. И какие же фундаментальные основы? Это модуляция выделения протоонкогенов, различных других факторов, например, факторов некроза, опухоли. Ну и мы задали вопрос, а давайте попробуем временную стимуляцию спинного мозга у той же категории пациентов, о которых я говорил, то есть которые направлены на аорто-коронарное шунтирование. И здесь посыл заключается в том, что мы несколько дней, два или три дня стимулируем спиной мозг до операции, затем в течение семи дней после убираем электроды, и пациент без каких-то либо электродов, без введения каких-то препаратов, вот он дальше стандартно протекает его после операционных период. Ну и вот эта цель и гипотеза нашего исследования была, ну и, конечно, оценка безопасности и эффективности. Ну и под безопасностью, так как эта методика не применялась у пациентов, именно которые идут на операциях на сердце, то у нас в приоритете, конечно, это безопасность, это классическое развитие больших кардиальных осложнений, смерть, инсульт, инфаркт, ну и почта, недостаточность, спинальный инсульт, ну и эффективность в течение 30 секунд, это 30 дней, но и сейчас уже предвосхищаем, мы имеем период 12 месяцев, собираем данные и, думаю, в ближайшее время будем данные эти собирать, анализировать и делать публикацию. Ну вот дизайн исследования пациенты с показанием для оптокоронарного шунтирования, у которых было менее трех пароксизмов фибрилляции предсердия за последние 6 месяцев, то есть еще раз они не требовали какой-то постоянной антиаритмики, это пациенты, которые... не нуждались в сочетанной операции во время шунтирования по поводу фибрилляции предсердия, мы их рандомизировали на две группы, все пациенты в условиях искусственного кровообращения, 52 пациента, одним мы выполняли временную стимуляцию спинного мозга, как я и говорил, 2-3 дня до 7 дней после, а другим стандартная медикаментозная терапия, то есть бета-блокаторы. Но бета-блокаторы, согласно рекомендациям, они присутствовали как в группе временной стимуляции, так и в группе контроля. И оценивали период наблюдения 30 дней. Вот вы видите, как выглядит имплантация электродов к спинному мозгу. Значит, один электрод имплантируется на уровне С7-Т4. Подместо анестезии нейрохирурги наши это делают. Я сам наблюдал эти процедуры. Занимает она порядка 30-40 минут. И, в принципе, достаточно такая безопасная процедура и достаточно быстрая в опытных руках. что касается безопасности наших исследований, нашего исследования, то вы видите, что не было никаких серьезных осложнений ни смерти, ни инфаркта, ни инсульта у этих пациентов. Были ряд осложнений в двух группах, но связаны с аортокоронарным шунтированием и никак не связаны с процедурой имплантации. Но они статистически не отличались в обеих группах. Ну и самое интересное, это данные относительно возникновения фибрилляции предсердия. Вы видите, нижний график 3,8% в группе временной стимуляции спинного мозга. Один пациент, как сказала Марина Владимировна, это пациент, который у нас по ряду дополнительных показателей и по нашим коллегам-кардиохирургам, он перенес неполную ревоскуляризацию, у него было подозрение на переоперационный инфаркт, и данные ферменты это показывали. И в группе контроля, это всего-навсего был один пациент, и в группе контроля 30% развития фибрилляции предсердия. Мы всем пациентам делали непрерывный мониторинг с помощью неимплантированных устройств. Вы видите, какое с точки зрения клиники снижение на 80%, на 89% риска развития фибрилляции предсердия в группе временной кардиостимуляции. Ну вот это исследование мы докладывали на самой такой, наверное, большой популярной сессии конгресса HRS. В прошлом году это было онлайн. И вы видите, я получил потом несколько просьб с комментариями, в частности, от нейрохирургов, нейроньюз, когда просили меня прокомментировать вот эту такую идею, да, когда нейрохирургическая процедура вдруг влияет на нарушение ритма сердца. Ну и также приятно, что вот статья, те данные, которые я показала, она вышла в феврале 2022 года в журнале Американских конгресс-кардиологов и заместитель редактора такого большого портала Medscape, Пэтрис Ведлинг, она вышла на меня и попросила дать комментарий. Ну, достаточно такой получился хороший комментарий в плане того, что это технология, которая может развиваться. Да, конечно, не все так изучено и не все так прекрасно. Мы можем вот от тех исследований в целом, которые я продемонстрировал, можем говорить, что в этих исследованиях, конечно, небольшой объем выборки, то есть исследования пилотные, они фактически первые на пациентах. Естественно, как я уже подчеркивал после доклинических исследований, мы ждем отдаленных результатов. Мы еще до конца не понимаем причины эффективности. Ну и, конечно, воспроизводимость технологии оставляет, вот этот вопрос остается открытым. Если вот эта технология действительно работает, то очень хорошо, что сделать в центрах, где нет доступа, нет возможности доступа к нейрохирургическим процедурам. Но мы тоже над этим работаем, и я думаю, что все равно вот эти технологии будут развиваться. Ну и еще о некоторых направлениях модуляции автономной нервной системы. Как мы знаем, фибрилляция предсердия – это заболевание связанное непосредственно, так скажем, не по-хорошему, а по-плохому с такой сопутствующей патологией, как артериальная гипертензия. То есть иногда эти заболевания, ну, непонятно, что раньше манифестируют. Но, как показывают рекомендации, практически 80% пациентов с фибрилляцией предсердия имеют артериальную фибрилляцию как сопутствующую патологию. И вы знаете, есть такая кардио-ренальная нейронная связь автономной нервной системы. То есть эфирентные волокна, афирентные волокна, они связаны с тем, что воздействие на афирентные волокна почечных артерий приводят к тому, что снижается центральная симпатическая активность, снижается эфирентное воздействие, взаимодействие между почками. И эфирентные волокна, в свою очередь, они снижают активность ренина, гетонзин, альдостероновой системы, снижают выброс ренина. И вот эта связь кардио-ренальная, она, конечно, играет большую роль в возникновении, поддержании таких заболеваний, как артериальная гипертензия и фибрилляция предсердия. Ну, вот это направление, вы знаете, оно, так скажем, имело взлёты и падения ренальная демервация при лечении так называемой рефрактерной артериальной гипертензии. Вот на данный момент, в 22-м году мы видим опять взлёт этого направления, но из-за особенностей анатомии вы знаете, что нервные волокна несколько по-разному прилегают к почечной артерии. В дистальной части эти волокна прилегают ближе, но их меньше, в максимальной части они могут отдаляться от почечной артерии, но их больше. Но и там находится большее скопление самих сплетений. Ну, мы начали заниматься тематикой с 2012 года, то есть выполнять сочетанное воздействие, когда мы делали изоляцию лёгочных вен у пациентов с фибрилляцией предсердий и резистентной гипертензии и делали им ренальную демервацию. Вот вы видите реконструкцию аорты, почечных артерий, такое спинальное, спиральное воздействие. Мы показали, что у этих пациентов не только снижается фибрилляция предсердия. Здесь вы видите 69% — это сохранение синусового ритма в группе сочетанной процедуры изоляции лёгочных вен. Нарональная демервация — 29% в группе просто изоляции лёгочных вен. Но ещё раз повторюсь, это 27 пациентов. Такой очень-очень небольшой пилот. В те годы такой более, так скажем, накоплен опыт, который мы через 5 лет продемонстрировали. Это уже опыт на 76 пациентах. Вы видите, у этих пациентов также снижается давление значимо на 8 мм крупного столба. Систолическое давление, среднее давление. И значимо снижается бёрден почти на 4,5% по данным имплантируемым устройствам. Ну и тоже такая достаточно наша гордость. В прошлом году мы были инициаторами вместе с доктором Стейнбергом из Соединенных Штатах Америки. Многоцентрового исследования большого, которое включило 302 пациента. Принимали также клиники Польши и Германии. И мы сделали этот проект, рандомизировали пациентов примерно так же, как это было показано в предыдущем слайде. То есть одним пациентам делали динервацию почечных артерий в сочетании с изоляцией лёгочных вен, а другим пациентам выполнялась изоляция лёгочных вен. И как это выглядит? Вот видите, мы эти данные также представляли на ряде крупных конгрессов. Вот выполняется реконструкция, 3D-реконструкция аорты и почечных артерий. Происходит наложение с компьютерной томографии. Если это нужно, вот вы видите, как анимация с места аблации. Здесь дальше происходит в определённых местах высокочастотная стимуляция, чтобы посмотреть ответ на стимуляцию, то есть попытаться найти те места, где точно нужно воздействовать. Ну и выполняется такая спиральная динервация левой и правой почечной артерии. Вот внизу видно такой бегунок, это давление, то есть измеряется давление до и после. Ну и как это выглядит в конечном итоге. Но вот сейчас процедура может выглядеть так достаточно красиво. Ну и в опытных руках физиологов или интервенционных кардиологов, она тоже достаточно, ну не является какой-то сверхсложной. Какие результаты мы получили, они достаточно впечатляющие. Вы видите, что в отношении сохранения рецидива фибрилляции предсердий в группе просто изоляции лёгочных пен 40, 3,5% в группе сочетанной процедуры с рональной динервацией 27,9% и снижение риска развития фибрилляции предсердий на 43% в группе сочетанной процедуры. То есть достаточно такой большой хороший клинический эффект. Осложнения сопоставимы, не было никаких у нас серьёзных осложнений, связанных с рональной динервацией. Примерно одинаковое количество так называемых событий в каждой группе по два смертельных случая, но они не связаны с процедурой рональной динервации. Большое количество пациентов, вы видели, более статистически в каждой группе. И что интересно, что давление в группе пациентов с рональной динервацией было значимо снижено. Вы видите, 16 систолическая, 11 диастолическая. Через 12 месяцев и в группе просто изоляция на 2 мм от крупного столба. То есть эта технология достаточно широко применяется. Ну и завершая свой доклад, хочется тоже сказать о таком интересном направлении модуляции автономной нервной системы. Это не артериальная лёгочная гипертензия. Впервые наш китайский коллегий доктор Чен в 2013 году представил данные лечения пациентов с лёгочной гипертензией. Мы же сфокусировались в своём пилотном проекте на группе пациентов, у которых так называемая резидуальная лёгочная гипертензия, то есть хроническая резидуальная лёгочная гипертензия. То есть они были прооперированы по поводу лёгочной гипертензии, то есть удалены открытым способом тромбы из лёгочных артерий. Но через 6 месяцев у пациентов всё равно сохранялось высокое средне систолическое давление более 25 мм от крупного столба и так называемое лёгочное сосудическое сопротивление больше 400 ДИМ. И мы рандомизировали в пилотном, повторюсь, проекте. Одним пациентам мы выполняли динервацию лёгочных артерий, а другие пациенты получали медикаментозную терапию таким препаратом, как РИАЦИГУАТ, то есть препарат, который показан согласно рекомендациям. Как это выглядит? Вот вы видите также 3D-реконструкцию. Здесь мы применяли роботизированную магнитную навигацию. Вот выходной отдел и ствол лёгочной артерии, левая и правая. Вы видите такой дизайн-лайн, так называемый воздействие радиочастотное в области прохождения нервных волокон лёгочной артерии. И ряд воздействий, такая тоже циркулярная, позволяют выполнить вот такую денервацию лёгочных артерий. Но что интересно, вот вы видите, происходит постоянно мониторинг давления и лёгочно-сосудистого сопротивления во время операции с помощью патетеросфанганса. Вот здесь видно, что давление систолическое 80, среднее 44 было до операции, после операции 69, среднее 31. Ну и показатели также улучшаются лёгочно-сосудистого сопротивления. Не у всех, сразу скажу так. Но, тем не менее, у ряда пациентов мы видим очень хороший эффект во время операции. Ну и по результатам мы получили значимое снижение в группе денервации лёгочных артерий, снижение лёгочно-сосудистого сопротивления на 109 ДИН. И также по всем показателям мы увидели снижение и систолического, и среднего давления, также улучшение динамики прохождения теста 6-минутных ходилей. Ну и приятно, что также мы публиковали данное исследование в прошлом году в журнале Американского колледжа кардиологов, что оно вошло в топ-100 статей вообще за весь календарный год, вот этот вот проект, который мы представили. Ну то есть работа, ещё раз говорю, пилотная с учётом всех недостатков в плане маленькой группы, периода наблюдения и так далее. Ну и в заключении хочется сказать, что, конечно, модуляция автономной нервной системы – это очень перспективное направление в различных аспектах лечения заболеваний и связанных с нарушениями ритма сердца, и с сопутствующей патологией. Я думаю, что, надеюсь, и мы тоже прилагаем все усилия для того, чтобы разработать какие-то новые устройства, новые подходы для модуляции автономной нервной системы и лечения наших пациентов. Спасибо большое за внимание. Уважаемый Александр Борисович, благодарим вас за блестящий доклад, за те данные, которыми вы поделились, и, конечно, мы желаем вам удачи, и будем ждать новых исследований, новых ваших работ для того, чтобы вы могли поделиться с широкой аудиторией, которая нас смотрит. Уважаемые коллеги, может быть, есть вопросы к Александру Борисовичу? Марина Владимировна. Да, Екатерина, если можно, я хотела бы спросить у Александра Борисовича, таких несколько моментов уточнить. Мы, не скрою, недавно встречались в Петербурге на ритмологическом форуме, и, в общем, у нас уже какое-то обсуждение было, но для все-таки нашей интернета, аудитории, я позволю себе, Александр Борисович, повторить какие-то свои такие вопросы к вам, но первый вопрос, тем не менее, будет новый. Вот скажите, возвращаясь к ботулотоксину, как вели себя вот эти предсердия в плане механической и электрической систолы? Очень было бы интересно увидеть кардиограмму этих пациентов, вот П-зубец, он был или не был, потому что ведь, по идее, это какой такой паралич должен быть мышцы, да, в предсердии. Почему я спрашиваю? Потому что вот я много лет проработала в Бакулевском центре, и я видела, что после операции Мейза у пациентов как минимум полгода механической систолы предсердия практически нет. Вот что с трансметральными потоками вот у этих больных, да, пока действуют ботулотоксины? Если можно, ваши комментарии, потому что для меня это очень интересно. Марина Владимировна, спасибо за вопрос. Вы знаете, мы, скажу честно, специфически не анализировали эти данные, имеется в виду относительно длины зубца П, но, естественно, всем пациентам было выполнено УЗИ сердца до и после каких-то либо изменений функции предсердия, функции нейтральных клапанов и так далее, других. Не было никаких отличий, никаких данных функционирования клапанов сердца и камер сердца в целом, ни снижения систолической функции, как предсердий, так и желудочков. Относительно вот комментарий вашей относительно процедуры МЭЙС, ну, здесь, вы знаете, но всё равно МЭЙС-процедура, она такая достаточно более, скажем так, радикальная, да, и там захватывается непосредственно миокард предсердий. Здесь же происходит такая, я бы сказал, более селективная денервация такого, ну, наверное, симпатического компонента, да, мы анализировали данные и, к сожалению, мы, так как короткая, очень небольшая группа по 30 человек, мы, не у всех у нас удалось получить вариабельность сердечного ритма у этих пациентов, и мы, ну, как бы не можем этими данными, скажем так, апеллировать, чтобы какой-то сделать вывод. Но, тем не менее, вот мы обсуждали этот вопрос, и многие задавали коллеги вот из Дюксского университета исследования, которые я показывал. Вот в этом исследовании Зенова они все учли вот эти нюансы, о которых вы говорите, там будет тщательный мониторинг показателей вариабельности сердечного ритма, они будут смотреть УЗИ с акцентом на изменение П-волны и так далее, и тому подобное. То есть они так очень комплексно подошли для того, чтобы посмотреть и сделать такой большой суп-анализ. Нам очень жутко, и вы знаете, интересно, когда какая-то идея твоя тестируется там независимо, далеко-далеко-далеко, но мы верим, что результат будет достаточно позитив. Посмотрим. Спасибо, Александр Ильич. И еще у вас немножко помучают. Позвольте повторить просто для нашей аудитории сегодняшний вопрос вот о повторных введениях ботекса, да, потому что мы все знаем, что в косметологии это достаточно кратковременный эффект, а у вас долгосрочные, хорошие такие получились результаты. И вот ваше мнение по этому поводу озвучить. Да, вы знаете, вопрос абсолютно логичный. В косметологии ботулинический токсин, как известно, работает от одного до трех месяцев. Ну, может, у кого-то чуть дольше, но в среднем механизм действия примерно такой. Значит, рациональность объяснения работы так длительно, в течение трех лет в нашем исследовании ботулинического токсина заключается в том, что, еще раз повторюсь, сюда включались пациенты с таким коротким анамнезом фибрилляции предсердия. То есть, по сути, это такой, ну, скажем так, очень-очень ранняя пароксизмальная форма, не требующая коррекции. Наше объяснение этому, то, что мы, когда ввели ботулинические токсины, произвели нейротоксичную денервацию, вот этого действия достаточно для того, чтобы болезнь не прогрессировала. И поэтому эффект сохраняется. Почему он не сохраняется не у всех пациентов, а в нашей группе там 23% пациентов за три года все-таки развилась фибрилляция предсердий. Объяснение какое? Оно резонное. Вы, может быть, тоже знаете, мы работали и продолжаем работать над препаратом с медленным выбросом ботулинического токсина. Иными словами, который как бы будет постепенно подвыбрасываться, да, то есть постепенно высвобождаться, и вот этот пролонгированный эффект будет дольше. Согласно вашему вопросу, резонный вопрос, а что делать с пациентами, например, с персистирующей формой или, например, с пароксизмальной, но с таким, скажем, тяжелым анамнезом, вот как раз для этой группы пациентов, по моему мнению, вот именно такое постоянное добавление ботулинического токсина будет иметь долгосрочный эффект, потому что, конечно же, в сердце довколоть ботекс достаточно сложно через 6 месяцев, поэтому вот это направление мы развиваем, и я думаю, что оно тоже достаточно перспективное. Спасибо, Александр Ильич. Еще вас помочь немножко. Вот касательно этого нашего с вами совместного исследования, воплощенного вами по поводу послеоперационной фибрилляции предсердий, у меня такой вопрос совершенно ненаучный, скажите, а вот врачи в реанимации, которые вели этих пациентов первые там сутки, да, послеоперационной, какое у них впечатление, потому что я так от вас слышала какие-то моменты, вот хотелось бы еще раз, чтобы и наши слушатели сегодняшние, вот хотят ли они вообще продолжение этой истории, как они отреагировали, есть ли какая-то разница? Да, вы знаете, очень интересный вопрос, и мы тоже обсуждали с вами в Петербурге и с Александром Евгеньевичем. На самом деле я специально, вот скажу, взял в команду вот в это исследование наших ведущих анестезиологов. Для чего? Для того, чтобы они собирали все анестезиологические показатели во время того, как пациент находится в реанимации, кроме того, чтобы собирались данные пациента, когда он находится в отделении, вот в ближайший такой острый период, 7 дней. Известно, что фибрилляция предсердия, ее манифестация возникает в первые там двое-трое суток, и потом пик достигает до 7 дней. Но о чем вы говорите? Мы предварительно, и предварительно, еще раз говорю, мы к периоду наблюдения, один год, я думаю, все эти данные получим, мы очень много показателей снимали. Во-первых, эти пациенты быстрее выписываются, переводятся из палаты интенсивной терапии в общее отделение. Это раз. У них раньше происходит экстубация после наркоза. Эти пациенты нуждаются в меньшей степени применения обезболивающих препаратов. То есть они специально заполняют опросники боли, их кардиологи, и реаниматологи контролируют. То есть вот эти эффекты мы уже отметили. И я думаю, что они будут очень тоже важны практическим нашим анестезиологам в плане вот такого раннего выхода, достаточно легкого, из послеоперационного периода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова